МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Латкари в студии Валерия Федотова. Сегодня я и мои коллеги расскажем о самых интересных и актуальных новостях нашего города. Смотрите прямо сейчас. Работники муниципальных предприятий, активисты партийных объединений, общественники и неравнодушные жители нашего города приняли участие в масштабной уборке латкаринских улиц и дворов от прошлогоднего мусора в рамках традиционного общеобластного субботника. Стараемся. Жители, уважаемые, тоже просим вас входить в город, принимать участие активное. О том, как утилизировать бытовой мусор без вреда для окружающей среды, расскажут наши корреспонденты. Размещать отходы, чтобы наш город был чище, лучше, конечно, на площадке Мегабак. Спорт как лучшая командообразующая мероприятие. Сотрудники латкаринских предприятий продолжают борьбу за звание сильнейшей в рамках традиционной спартакиады трудовых коллективов. Видно, что есть играющие, есть болеющие за спорт. Поэтому, как бы, в целом мероприятие, на мой взгляд, удалось. Одно из старейших научно-технических предприятий нашего города, АУНИИП, на минувшей неделе отметила крупный юбилей. На торжественном мероприятии, посвященном памятной для сотрудников института дате, побывала и наша съемочная группа. Результат работы – это заслуга руководителей, заслуга сотрудников и, конечно же, ветеранов. А также в этом выпуске вас ждут специальные репортажи от наших корреспондентов и другие новости политики, образования, культуры и спорта. Не переключайтесь! Проведение весеннего общегородского субботника в городе Латкарина – это не только возможность для жителей самим навести порядок в городе после зимы, но и добрая традиция. Для наведения порядка на улицах города 17 апреля на субботник вышли работники муниципальных учреждений и городских предприятий, общественники, предприниматели и неравнодушные горожане. Уборка проводилась использованием инвентаря, который предоставлялся управляющими компаниями муниципалитета и специализированной техники. Сегодня мы выбираем в городе 7 адресов. Сегодня мы сейчас находимся на одном из них, это улица Полкозная. Вышло порядка 500 человек, из них муниципальных служащиков, 109 человек. Остальные управляющие компании, жители неравнодушные. Город максимально приводит в соответствие, так что стараемся. Жители, уважаемые, тоже просим вас входить в город, принимать участие активное. В рамках субботника порядок был наведен на территориях у Дворца культуры «Мир», школы номер 8, кладбища по улице Нагорной, спортивного комплекса «Кристалл», домов под номерами 3 и 1 по улице Спортивной, вдоль улицы Колхозной и в Делгородке. Помимо этого, представители Совета депутатов муниципалитета, совместно с активистами партии «Единая Россия» и молодогвардейцами, привели в порядок клумбы у мемориальных досок Степану Егоровичу Базяеву на улице Октябрьской и Федору Григорьевичу Сафонову на улице Сафонова. Анастасия Харченко, Алексей Устинов, Новости Латкарина. 18 апреля наша съемочная группа побывала во Дворце культуры «Мир» на заключительном галоконцерте 22-го открытого фестиваля современного танца «Весенние капели». Подробнее расскажет Анастасия Харченко. Поздравить организаторов и участников одного из главных танцевальных событий года пришел глава городского округа Латкарина Константин Кравцов. Помимо поздравлений Константин Анатольевич вручил сертификат на 20 тысяч рублей коллективу современного танца «Ирис» в лице его директора Ирины Семеновой. Именно «Ирис» стал лучшим хореографическим коллективом городского округа Латкарина по результатам 22-го конкурса «Весенние капели». «Весенние капели» стал уже особым днем в культурной жизни нашего города. 22 года эти стены нашего замечательного дворца культуры «Мир» принимают у себя самые лучшие танцевальные коллективы. И, конечно, особая гордость видеть среди этих талантливых коллективов латкаринских ребят. Я в первую очередь хочу, наверное, поблагодарить организаторов, тренерский состав, судейский состав за то, что даете возможность развиваться, за ваш неоценимый вклад. А нашим участникам пожелать успехов и удачи во всех начинаниях. Помимо этого, культурный центр «Ирис» и оргкомитет фестиваля вручили благодарственную грамоту за активное участие в организации, подготовке и проведении конкурса на высоком уровне коллективу Дворца культуры «Мир» в лице его директора Веры Игнатьевой. В этом году мы поменяли формат фестиваля. В конце концов, на третьем десятке существования фестиваля уже пора что-то попробовать новое. И мы задумали в этом году сделать фестиваль из латкаринских коллективов. Тем более, что по традиции город поддерживает танцевальное искусство латкарина и ежегодно присутствует приз лучшему коллективу года по результату весенних капелей. А сегодня был концерт латкаринских коллективов. Они показали свои лучшие номера. И вот тут уже очень важно, что, может быть, не все стали лауреатами. Даже дипломы дипломантов, может быть, были не у всех. Судьи были очень строги в этом году. Но свои лучшие достижения каждый коллектив показал на сцене Дворца культуры. Я думаю, что это знаковая такая история для развития танца в латкарина. Для нас это самое главное. Развитие танца в родном городе. В этом году на галоконцерте свои лучшие номера показали городские коллективы Ирис, Ньюстайл, Дрим Тим, Жизель, Шарм, Ритмы детства, Бренд и Шаг вперед. Наша съемочная группа пообщалась с пришедшими на концерт горожанами и узнала их мнение о галоконцерте. Очень хорошо детишки выступали, особенно у меня молодые, маленькие, вот этот детский сад. Но это просто было умиление, как они там выплясывали. Это было очень здорово. Понравилось, конечно. И много других коллективов было хорошее. Все понравилось. Вы понимаете, что ваша дочка? Да. В Ирисе танцует уже 9 лет, как будет В Ирисе танцует. Сначала в современном танцевала, теперь в латину она танцует. Ну, понравилось, вот, наверное, это Шаг вперед, да, последние были с испанским танцем, понравились. Детки маленькие, тоже, по-моему, Шаг вперед. Ой, нам очень понравился концерт. Очень. Кто вам больше всего любит? Ирис. Ирис, конечно. Конечно, Ирис, да. Много было. Очень красивая постановка. И взрослые, и маленькие. Конечно, было очень приятно увидеть свой коллектив на сцене. Своих старых знакомых, она раньше не мало. И Ирис, я и сейчас в Ирисе. Просто пока не на сцене. Вообще, все ребята очень артистичные, все молодцы. Замечательный концерт. Анастасия Харченко, Алексей Устинов. Новости Латкарина. В нашем следующем сюжете мы расскажем о том, как латкаринцы могут удобно и бесплатно избавиться от крупногабаритных отходов, не захламляя контейнерные площадки вблизи многоквартирных домов. В рамках проекта «Мегабак» специализированная площадка для раздельного сбора мусора, расположенная в городе Латкариного дома номер 30D по улице Степана Степанова, продолжает свою работу для удобства жителей муниципалитета. Программа «Мегабак» была инициирована Андреем Юрьевичем Воробьевым в 2019 году. На территории городского округа Латкарина данная площадка появилась в 2020 году. Сейчас активно мы популяризируем эту программу. Она создана для того, чтобы решить проблему с переработкой крупногабаритных отходов. Можно увидеть за моей спиной бак для приема шин, баки для приема электрооборудования, пластика, стекла и прочего вторсырья. Это делается для того, чтобы в Московской области ликвидировать все полигоны и перейти на раздельный сбор мусора и его дальнейшую переработку. Площадка «Мегабак» появилась у нас с осени прошлого года. Создана для того, чтобы возле многоквартирных домов в городском округе Латкарина не скапливались крупногабаритные отходы. Не каждая площадка у нас в городе имеет либо бункер для сбора крупногабаритных отходов, либо отсек для сбора крупногабаритных отходов. И для порядка, может быть, конечно, это неудобно, это должно пойти в привычку наших жителей, но размещать отходы, чтобы наш город был чище, лучше, конечно, на площадке «Мегабак». Бесплатно сдать мусор, в том числе и крупногабаритный, может любой латкаринец. Для этого необходимо разделить отходы по категориям и отнести на площадку проекта «Мегабак», где установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Бытовой техники, текстиль, стекла, пластика, шин, мебели, бумаги, картона, жести, пластиковых бутылок, книг, батареек и ламп. Когда баки заполняются, их содержимое забирают специализированные компании для вторичной переработки. Программа «Мегабак» является частью инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. Она базируется на раздельном сборе мусора и направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта «Экология». Анастасия Харченко, Алексей Устинов. Новости Латкарина. 16 апреля латкаринский ветеран Анатолий Иванович Маринич отметил свой 85-летний юбилей. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. Поздравить Анатолия Ивановича Маринича с его 85-летним юбилеем пришли председатель Совета депутатов муниципалитета Евгений Серегин и депутат Совета депутатов Анатолий Мичугин. Народные избранники наградили ветерана знаком отличия за заслуги перед городом Латкарина и почетные грамоты Совета депутатов муниципалитета за многолетний, добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие города. На этом подарки не закончились. Анатолию Ивановичу преподнесли новый телевизор, торт и другие презенты. С юбилеем ветерана поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передав поздравительное письмо и теплый плед. Анатолий Иванович рассказал, что город Латкарина стал для него второй родиной. Сюда он переехал в 1961 году вместе со своей семьей из Донецка. В юношестве он активно увлекался спортом, был кандидатом в мастера спорта по волейболу, играл в футбол и занимался легкой атлетикой. В советское время был директором совхоза Петровская. Анатолий Иванович внес неоценимый вклад в развитие нашего города и сельского хозяйства СССР. Анастасия Харченко, Алексей Устинов. Новости Латкарина. Депутат Московской областной думы Владимир Жук решил принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Подробнее расскажем в следующем сюжете. Действующий депутат Московской областной думы по Латкаринскому избирательному округу Владимир Жук 21 апреля подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Система предварительного голосования показала себя как эффективный инструмент отбора кандидатов для их последующего выдвижения от партии в депутаты законодательных органов государственной власти. Порядок достаточно простой, упрощать его уже некуда. Поэтому все документы понятны, легко доступны и большого труда не составило их собрать. Самое главное было принять решение об участии в предварительном голосовании. Выдвигаясь на второй срок, процедура в общем-то достаточно простая и очень нужная и важная, потому что кандидатов от партии определяют сами жители. Это достаточно непростое решение, но оно вызвано тем, что я один срок уже отработал, это 5 лет, и много сделано, есть что посмотреть, что показать, но очень много еще недоделанного, и я представляю теперь уже намного лучше, как это можно сделать. Поэтому, конечно, я считаю, что все это нужно завершить, начать новые проекты, и именно с этим связано мое решение о дальнейшей работе в составе партии. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал Госуслуг. Избирателям пройти процедуру регистрации необходимо до 28 мая. Принять участие в голосовании смогут все зарегистрированные избиратели. Система автоматически определит избирательный округ и сформирует личный кабинет. Задача у нас самая простая и понятная. Это сделает наш регион, наше Подмосковье еще лучше. Сделать так, чтобы качество жизни здесь улучшалось. И не зря ведь наш регион, Подмосковье, входит в тройку по благополучию жизни среди всех субъектов страны. Ну, мы, конечно, третье место – это хорошо, но всегда есть возможность улучшить результат, и над этим надо постоянно работать. Чем я и собираюсь заниматься. В течение пяти дней оргкомитет примет решение о регистрации. Если это все пройдет хорошо, то начнутся встречи с избирателями и обычная работа кандидата на голосование. Просто не хотел бы перечислять, что мы сделали. Я думаю, что на встречах с избирателями все подробно будем рассказывать. Те, кто не знает. Я считаю, что уверен, что большинство жителей Латкарина обо мне знают и знают как раз с хорошей стороны. Итоги процедуры подведут 1 июня, после чего будут сформированы списки кандидатов, которые будут утверждены на съезде партии. Анастасия Харченко, Денис Павлов, новости Латкарина. Наша съемочная группа посетила очередной этап спортакиады трудовых коллективов, который прошел 14 апреля во Дворце спорта «Арена Латкарина». Подробнее расскажем в следующем сюжете. Спортакиада трудовых коллективов, стартовавшая в марте этого года, стала настоящим спортивным событием среди горожан и работников предприятий муниципалитета. 14 апреля во Дворце спорта «Арена Латкарина» в рамках спортакиады прошли соревнования по волейболу. В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель председателя Совета депутатов городского округа Латкарина Юрий Егоров. В этот день за призовые места турнира соревновались шесть команд, представляющих одни из самых важных предприятий нашего города. НИИП, Евролифтмаш, Старатели, ЦИАМ имени Баранова, ЛЗОС и ЛМЗ. Согласно жеребьевке, проведенной перед началом соревнований, первым матчем стала игра между командами Евролифтмаш и ЦИАМ. В сложной борьбе, которая дала старт состязанию и создала атмосферу настоящего соперничества, верх одержала команда ЦИАМ. Матч за третье место состоялся между командами ЦИАМ и ЛЗОС, по результатам которого бронзу турнира получила команда ЛЗОС. Самая волнительная и сложная игра была первая, конечно, со старателями. Мы ее проиграли, проиграли чемпионом, так скажем. Все остальное мы выиграли, заслуженно вся команда заработала третье место. Тренировались мы около месяца, пытались выработать тактику, но она у нас немножко не прошла. В Спартакеаде я участвовал первый раз, я просто раньше играл за город на первенстве Московской области, когда еще Кристалл был. Финальный матч между командами НИИП и Старатели стал самой зрелищной и эффектной игрой турнира. Силы противников и шансы на победу были равны. В конце первых двух партий счет составлял 1-1. Финальная третья партия заставила зрителей и болельщиков изрядно понервничать. По итогам турнира по волейболу среди трудовых коллективов города Латкарина первое место завоевала команда Старатели, второе – НИИП, а третье – ЛЗОС. Победители и призеры соревнований были награждены грамотами, кубками и медалями. Не все предприятия готовы, не все еще знают своих сотрудников как спортсменов, поэтому первые игры были такие проходные. Но в любом случае видно, что есть играющие, есть болеющие за спорт, поэтому в целом мероприятие, на мой взгляд, удалось. И приятно было, что одной из самых сложных игр – это был финал, потому что и получился он как финал с эмоциями, с нервами, с раздражительностью. И очень приятно, что удалось победить именно нам. А почему? Именно потому, что видишь в людях не только своих подчиненных, но и именно тех партнеров по игре, которые должны на будущее давать определенные результаты не только в спорте, но и в работе. Приятно было видеть, что не только у нас, но и у тех команд, которые были за нашими соперниками, было преобладало больше желание играть, желание участвовать, а уже победа – это уже дело второе. Поэтому многие, надеюсь, этим заведутся и сделают приятные выводы на будущее. Именно здоровый образ жизни – это корпоративный спорт и, соответственно, будущее. Давным-давно, так скажем, соревнования проводились очень часто. То есть каждый год среди трудовых коллективов проводились соревнования в рамках спорта-океана. После длительного перерыва мы возобновили этот проект. И в 2019 году мы смогли организовать соревнования по плаванию. И из-за пандемии мы не смогли все это дальше организовать. И спустя два года соревнования вновь возобновились. Прошли уже соревнования в рамках спорта-океана по настольному теннису, по шахматам. Далее еще будут проходить соревнования по мини-футболу, легкотической эстафеты. Это веселый старт по, по-моему, я спортивная семья. Анастасия Харченко, Алексей Устинов. Новости Латкарина. 7 апреля в администрации городского округа Латкарина состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров муниципального этапа конкурса по созданию социальной рекламы, направленной на повышение информационной безопасности и цифровой грамотности несовершеннолетних кибервызов. В церемонии награждения приняли участие 15 ребят. Все они стали призерами и победителями конкурса по разным номинациям. Первое место в номинации «Социальный видеоролик» заняла Кристина Деменчук. Золото в номинации «Рисунок» досталось Архипу Привезенцеву и Дарье Котовой. А лидером в номинации «Проект наглядных раздаточных материалов» стал Кирилл Зорин. Я очень рада, что у меня первое место, хотя я считаю, что главное участие, и я принимала участие из-за того, что мне интересен этот конкурс сам по себе. Нравится мне эта тема, кибервызов. Это очень актуально в наше время, так как мы постоянно пользуемся интернетом, социальными сетями, и, к сожалению, многие попадаются, ведутся на обманы мошенников. Напомним, для участия в конкурсе юные латкаринцы в возрасте от 10 до 18 лет представили более 30 рисунков, одну памятку и три видеоролика на данную тематику. В середине марта в городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав члены конкурсного жюри, в состав которого вошли психологи, сотрудники социальной защиты населения, органов внутренних дел, сотрудники КДН и иных органов, определяли победителей и призеров первого муниципального этапа конкурса. Каждая конкурсная работа оценивалась членами жюри по 50-бальной системе по установленным критериям. Помимо профессионального уровня и социальной значимости работы, судьи уделяли особое внимание креативности идей и качеству ее воплощения. Все работы, занявшие призовые места, примут участие во втором областном этапе конкурса «Кибервызов». Просто фамилия. Все, заключайте договор. Хорошо. Мы к вам приедем и восстановим вам подачу газа. Вот так за какие-то несколько минут жители частного дома в Подольске лишились газа. Виноваты сами. Вовремя не заключили договор о техническом обслуживании. Жилищное законодательство обязывает каждого собственника иметь действующий заговор на техническое обслуживание матриквартирного газового оборудования. По результатам данной работы будет проведена разъяснительная работа с населением. А к злостным нарушителям закона приняты исчерпывающие меры административного реагирования. Сотрудники МОСОБЛГАЗа обходят все домовладения Подмосковья. Обследуют газовое оборудование. МОСОБЛГАЗа инструктируют по правильному использованию газа в быту. Такие обходы планируют проводить до конца года. Уже проверили 650 многоквартирных домов и больше 2500 квартир. Никому сразу газ не отключают. Дают 20 дней на то, чтобы исправиться. А вот уже при повторном приезде отключают газ. Каждый собственник обязан своевременно заключать договор о его техническом обслуживании. Чтобы лишний раз не утруждать наших жителей Подмосковья, специалисты МОСОБЛГАЗа будут проводить эти рейды и в майские праздники. Для вашего удобства сотрудники МОСОБЛГАЗа могут оформить договор на дому. С начала года проверили работу труб в 50 тысячах домов частного сектора Подмосковья. Подать заявку на заключение договора можно через добродел или личный кабинет клиента. Или в офисах обслуживания МОСОБЛГАЗ. Представляешь, недавно один заказ поступил на 2000 соусов карри. Рэпер один, ну, типа, любит... Ты че это? Кто такой вообще? Здравствуйте. Это все мне? Да. Спасибо. Слышь, тебе че, больше всех надо? Тебе сколько платят? Ребят, я волонтер. Людям надо. Мы с вами сделали спорт доступнее. За 5 лет построили 150 новых спортивных объектов. 16 апреля на территории компании «Старатели» прошла благотворительная акция «День донора». Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. В акции приняли участие более 20 сотрудников компании. Их кровь, собранная с помощью Московской областной станции переливания крови, пойдет на нужды пациентов из лечебных учреждений Подмосковья. В том числе и для детей из Московского областного онкологического диспансера в городском округе Балашиха. Благотворительные акции по сдаче крови проводятся в компании «Старатели» на регулярной основе. Среди сдающих кровь сотрудников есть как доноры с многолетним стажем, так и те, кто совсем недавно решили стать ими. Донорская кровь всех групп требуется постоянно. Те группы крови, которые распространены среди доноров, также распространены и среди реципиентов. Кровь нельзя произвести никаким способом, кроме естественного. И донорство остается единственным методом получения крови для тех, кто в ней нуждается. Валерия Федотова, Алексей Устинов, телеканал «Латкарей». 26 апреля состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа Латкарина. Подробнее расскажем в следующем сюжете. В зале детской музыкальной школы прошли публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа Латкарина на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. На мероприятии присутствовали представители администрации, общественные палаты, советы депутатов и жители города. Открыло слушание заместитель главы администрации городского округа Латкарина Елена Прозгина. С докладами выступили начальник финансового управления муниципалитета Наталья Архипова и заместитель председателя совета депутатов города Латкарина Василий Дерябин. Бюджет муниципалитета за истекший период 2020 года исполнен на 108% к утвержденному плану. Поступление дохода в 2020 году увеличилось по сравнению с 2019 годом на 52%. В 2020 году наблюдалась положительная динамика поступлений налоговых источников доходов. По неналоговым доходам также наблюдался рост поступлений на 29% относительно 2019 года. Благодаря программно-целевому методу планирования бюджета в городе реализовывались 17 целевых долгосрочных программ. Практически каждая из них получила исполнение от 96 до 100%. Осуществление муниципальных долгосрочных программ, как и в предыдущие годы, проводилось с привлечением средств областного и федерального бюджетов при поддержке правительства Московской области. Контрольно-счетной палаты муниципалитета проведена экспертиза отчета об исполнении бюджета. В Совет депутатов поступило соответствующее заключение, в котором подтверждает достоверность отчета об исполнении бюджета городского округа Латкарина за 2020 год, представлено в форме проекта. Контрольно-счетная палата считает целесообразным предложить Совету депутатов городского округа Латкарина утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Латкарина за 2020 год. Ну что мы, наверное, и рассмотрим на следующем заседании Совета депутатов. Анастасия Харченко, Денис Павлов, Новости Латкарина. В ДК «Центр молодежи» прошел шахматный турнир, посвященный Дню космонавтики. В турнире приняли участие более 20 юных латкаринских шахматистов, которые продемонстрировали самообладание, внимательность и терпение, логику и смекалку. Именно эти способности должны развивать те, кто хочет достигнуть вершины мастерства в этой интеллектуальной игре. В битве умов приняли участие не только дети, но и взрослые. Которые выступали в отдельной группе. Сегодняшний шахматный турнир среди взрослых прошел в наиострейшей борьбе, напряженной борьбе. Сегодня, как никогда, начиная с этого нынешнего года, получился самый боевой турнир и по составу очень сильный такой рейтинговый турнир. Шахматы все-таки завоевывают у нас постепенно популярность. Сейчас, как бы, мы некоторые были депрессией из-за коронавируса. Но сейчас, слава богу, население вакцинируется, уже как бы защиты есть. И, дай бог, мы все-таки с этой эпидемией справимся окончательно. И наши турниры, и детские, приобретут еще более активности. Шахматный турнир проводила педагог, судья второй категории по шахматам Светлана Лобанова. Поддержать ребят пришли их друзья и родители. Несмотря на то, что победителей всего шесть, игрой остались довольны все участники. Я проиграла все турниры пока, но осталось еще два турнира. Я надеюсь, что выиграю. Шахматы мне очень нравятся. Мне очень нравится игра. Я играю с удовольствием. Я даже удивлен, что поставил детский мат. Потому что от него очень просто защититься. Но я даже удивился, что поставил играю с удовольствием. Я дома тренировался, читал книжки, решал задачи. С мамой играл постоянно. Мне нравится то, что у них интеллект разбивается. То, что много думать надо. То, что они такие красивые, ферзь особенно. По итогам турнира во взрослой категории первое место занял Артем Фурзиков. Призером второй степени стал Сергей Мохов. А третье место было присуждено Сергею Чекалову. В основной детской категории среди мальчиков первое место занял Олег Глухих. Второе – Андрей Долгорук. А третье – Виталий Морозов. Среди девочек первое место присудили Полине Игнаткиной. Призером второй степени стала Софья Власова. А третье место заняла Шафига Абасова. Отдельно были награждены дети до восьми лет. Детские турниры всегда проходят по-разному. Детские турниры – это эмоции. Детские турниры – это разочарование и это победы. Конечно же, всем хочется победить. Это дети, они маленькие и все стремятся к первому месту. Многие разочаровались, да, многие хотели занять первое место. Но борьба есть борьба. Все-таки шахматы – это спорт. И как бы мы ни хотели, первое место всегда одно. Валерия Федотова, Алексей Устинов, телеканал «Лэдкари». 23 апреля АО «Научно-исследовательский институт приборов» отпраздновал свой 65-летний юбилей во Дворце культуры «Мир». Подробнее в сюжете Анастасия Харченко. На торжественном концерте в честь 65-летия научно-исследовательского института приборов присутствовали руководители и сотрудники предприятия, представители содружественных компаний, заводов, муниципалитета и Московской области. Открыл праздничное торжество директор НИИП Константин Тапера. Следующим приветствовал пришедших на концерт тружеников директор Акционерного общества наук и инновации Алексей Дуб. Поздравить работников НИИП в этот день пришли глава городского округа Латкарина Константин Кравцов и председатель Совета депутатов муниципалитета Евгений Серегин. Латкарина традиционно является городом с большим научно-промышленным потенциалом. НИИП – одно из таких предприятий, одно из таких институтов, которые вносят большой вклад в научно-исследовательское развитие нашей страны и нашего города. Результат работы – это заслуга руководителей, заслуга сотрудников и, конечно же, ветеранов, которые заложили большой фундамент и традиции в этот институт. Я хочу пожелать удачи, успехов, конечно же, успехов во всех начинаниях, самых смелых и крепкого здоровья. Спасибо, с праздником, дорогие друзья! Помимо поздравлений сотрудники НИИП были награждены знаками отличия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», знаками отличия за заслуги перед городом Латкарина, почетными грамотами главы городского округа Латкарина и почетными грамотами Совета депутатов муниципалитета, за значительный вклад в развитие города и многолетний добросовестный труд. В праздничный день не забыли и о ветеранах НИИПа. Председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности Владимир Огнев и почетный ветеран НИИПа Михаил Филиппов наградили тружеников юбилейной медалью 75 лет атомной отрасли в России. Работники предприятия поделились нашей съемочной группой, историей знакомства с НИИПом и поздравлениями для своих коллег. Я после института в 78-м году пришел в НИИП. Сначала работал инженером, потом младший научный сотрудник, старший научный сотрудник. В 92-м кандидатскую защитил. Потом занимались мы там закрытой тематикой. А вот где-то с 96-го года начал заниматься диагностикой кабелей, электрооборудования. Вот в последние годы, где-то с 2000-х годов начало, мы занимаемся продлением сроков службы блоков атомных станций. То есть проводим диагностику. Начинали с кабелей, потому что их там тысячи километров. Участвовали в продлении сроков эксплуатации всех блоков российских АЭС, ну и зарубежных. Просто мы сейчас являемся лидером в России, да я думаю, что и в Европе, по диагностике кабелей, по разработке методиках испытаний диагностики. Что бы вы хотели пожелать 70-м службцам и своей организации? Ну, побольше договоров, там по разным направлениям, чтобы была работа, ну и успехов во всем. Работаю я, значит, на предприятии уже с 76-го года. Значит, 44 года получается, 45-й. Значит, закончил я Баумовский институт, ну, этого имена Баумовна. Был сразу распределен сюда. Да. Пришел еще на диплом. То есть, будучи еще студентом, значит, я здесь сделал диплом. Как раз создавалась новая установка. И в результате, значит, вот создали установку, уникальную установку, УИН-10. Это ускоритель с индуктивным накопителем. Она очень уникальная. Значит, в России она единственная такая. Последние несколько лет, я считаю, что, честно сказать, что хорошо, что мы сохранились. Потому что многие предприятия, вот научно-исследовательские институты, прикладные, такие, как мы, вообще исчезли. К своему институту я хотел бы, конечно, поскольку здесь ветераны все, значит, пришли сегодня, значит, им пожелать долгих лет еще жизни. И еще не один юбилей отметить. А институту, конечно, пожелал бы восстановиться. Вот хотелось бы вернуться к тем временам, когда мы были вообще головной институт в Советском Союзе даже. Поэтому вот все, и молодежи, чтобы институт был более привлекательный для молодежи. После официальной части для пришедших гостей состоялся концерт, на котором выступили образцовый вокальный ансамбль «Созвучие», коллектив спортивного бального танца «Драйв» и танцевальная студия «Шаг вперед». Анастасия Харченко, Алексей Устинов. Новости Латкарина. 28 апреля на территории городских СНТ прошла профилактическая работа на тему правильной утилизации строительного мусора. Подробнее расскажем в следующем сюжете. В ходе ремонта обычно образуется большое количество строительных отходов. Многие жители выкидывают подобные отходы в мусорный бак возле дома, что захламляет городские контейнерные площадки и карается штрафом для горожан. 28 апреля заместитель начальника территориального отдела номер 15 Государственного административно-технического надзора Московской области Дмитрий Терентьев провел на территориях Латкаринских СНТ профилактические работы на тему правильной утилизации строительных отходов. В настоящий момент идет информирование населения о том, что строительные отходы утилизируются особым способом. То есть данный вид отходов может утилизироваться и вывозиться только определенными организациями, которые определенным образом получают лицензии на этот вид деятельности. И только эти компании, организации имеют право на вывоз данных отходов. Региональный оператор, который занимается вывозом твердых бытовых отходов, обычных отходов, скажем так, он не занимается вывозом строительных отходов. Если у вас образовались строительные отходы, не надо их выбрасывать на общие контейнерные площадки. Для этого нужно позвонить по телефону, заказать у организации, которая имеет лицензию, машину и уже с этой организацией заключить договор и вывести данный строительный мусор. Потому что он не подпадает под обычные бытовые отходы. Это отдельный класс отходов, которые утилизируются особым способом. Поэтому нужно это понимать и нужно все-таки принимать те нормы, которые существуют по закону. Непосредственно на таких вот листовочках, которые сейчас распространяются, все телефоны с QR-кодом можно позвонить. Кроме этого есть телефоны Министерства ведомств, которые могут непосредственно ответить на все вопросы, которые возникают в процессе заказа данной машины или каких-то вопросов очень что-то специфических. За неправильный выбор строительных отходов жителям грозит административная ответственность по статье 8.1 КОАП РФ в виде штрафа. Для граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц от 2 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц от 20 до 100 тысяч рублей. Список лицензированных компаний по вывозу и утилизации строительного мусора в Московской области можно узнать по телефону плюс 7 498 602 01 31, добавочной 558 94. При возникновении дополнительных вопросов, латкаринцы могут обратиться по телефону Министерства экологии и природопользования Московской области. Плюс 7 498 602 20 44, добавочной 420 40 или 473 09. Анастасия Харченко, Алексей Устинов, новости от Карина. Вакцинация может уберечь вас от последствий и отсложнения этой болезни. Болезнь до конца не изучена. На мой взгляд, решение вакцинироваться – это будет самое правильное решение. Любого пациента перед тем, как вакцинировать, он заходит на прием к доктору или к фельдшеру. Ему измеряют сатурацию, ему измеряют температуру, ему измеряют артериальное давление и задают ряд вопросов важных. И все это отличается. Вакцина нужна для того, чтобы либо не заболеть коронавирусом, либо, если заболеть, то перенести очень легко. Мы с вами за 7 лет построили 47 дорог и развязок и 17 путепроводов. Теперь мы тратим меньше времени на дорогу. Доброе дело начинается с одного клика. У вас во дворе свалка мусора, не горят фонари, на дорогах ямы? Добродел поможет все исправить. Ведь теперь мы в Подмосковье решаем проблемы вместе. Зайдите на сайт Добродел или скачайте бесплатное мобильное приложение. Напишите ваши жалобы или пожелания. Мы найдем решение. Инициативные молодые латкаринцы приняли участие в выборе обновленного состава молодежного парламента нашего города. Подробнее в материале Максима Белозерова. 9 апреля в нашем городе состоялись выборы участников молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Латкарина. В обновленный состав войдут 20 молодых латкаринцев в возрасте от 16 до 35 лет, которые на протяжении двух лет будут принимать участие в обсуждении, экспертизе и выдвижении законодательных инициатив нашего города. Сегодня проходят выборы членов молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Латкарина. Это мероприятие проводится с целью привлечения молодежи к общественно-политической жизни города. Формируется этот молодежный парламент в составе 20 человек. На данный момент зарегистрированы в бюллетень, включены 43 кандидата. Избирается молодежный парламент на два года и вступает он в свои полномочия с момента проведения первого организационного заседания. То есть молодежный парламент сегодня будет избран. В течение двух недель они соберутся на свое первое организационное заседание, на котором будет избран председатель молодежного парламента. Деятельность в рамках подобного совещательного органа является своеобразной подготовкой неравнодушных и активных молодых людей к будущей общественно-политической деятельности. Последние два созыва я был представителем молодежного парламента. Благодаря этой возможности находиться в молодежном парламенте, молодежь, в том числе и я, получили новые знания, как функционирует город. Я смог понять, как работают те или иные органы власти, куда обращаться в случае какой-то проблемы, либо просьбы, либо предложения, как можно инициировать какие-то вещи. И, безусловно, молодежный парламент – это опыт, опыт, знания и возможность сделать наш город чуточку лучше. На момент проведения голосования свое желание вступить в молодежный совещательный орган выразили 43 кандидата. Одним из обязательных условий для выдвижения собственной кандидатуры являлась регистрация по месту жительства в муниципалитете Московской области, где проводятся выборы. Каждый кандидат должен был лично подать заявку в местную избирательную комиссию. Также по одному кандидату могли выдвинуть общественные организации, зарегистрированные на территории Подмосковья. Также в день голосования избирательный пункт в гимназии номер 4 посетил председатель Совета депутатов нашего города Евгений Серегин. Сегодня выбираем молодежный парламент для того, чтобы дети представляли, кстати, наш городской области Кладкарина. Мы, соответственно, могли уже на этом этапе разбираться в управлении государством, управлении регионом, управлении городским округом. У меня есть очень много молодых людей, которым это не безразлично, которым интересно, которые задают вопросы, которые хотят какие-то решения принимать, в чем-то участвовать. В перспективе развития нашего города, в улучшении благоустройства, в состоянии города. Из этого рождаются, кстати, и будущие руководители, будущие люди государства, жители, которые могут пойти во власть, в Совет депутатов, в органы муниципальной власти, исполнительные, законодательные. Надеемся, что сегодняшнее мероприятие пройдет достойно, и мы выберем достойный молодежный парламент. Стоит отметить, что в период с 8 по 10 апреля выборы в молодежные парламенты прошли в 54 муниципальных образованиях Подмосковья. Обновленный состав молодежного парламента нашего города в составе 20 представителей уже в ближайшие дни начнет свою работу. Максим Белозеров, Алексей Устинов, Новости Латкарина. 10 апреля гимназия номер 4 стала площадкой проведения ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант», в которой приняли участие более 20 латкаринцев. «Тотальный диктант» – общественный проект, который зародился в Новосибирском государственном университете в 2004 году и реализуется силами активных и неравнодушных людей. Это 18-й по счету «Тотальный диктант», который в этом году проходил в 59 странах мира. Все желающие в этот день смогли написать под диктовку текст, который был написан писателем и сценаристом Дмитрием Глуховским специально для этой акции. Напомним, ежегодно диктант проходит по единому уникальному тексту, который создает один из известных российских писателей, а также выбирается столица диктанта. В этом году ею является Якутск. Помимо учащихся и педагогов образовательных учреждений нашего города, в диктанте приняли участие представители Латкаринской общественной палаты и депутаты Совета депутатов города. Вы знаете, что поразительно в этом году? Довольно-таки интересный материал, интересный в смысле того, что поднимаются нравственные проблемы, отношения, которые в семье, отношения к жизни как таковой. Сложный текст, сложный не только в плане грамотности, пунктуации, надо было быстренько вспомнить все, что когда-то в школе учила, но и он сложный в смысле душевности. Он затрагивает струны души, что очень-очень важно. То есть я так считаю, что это не только русский язык, а это душа русского человека. И эти диктанты нужны. И очень хорошо, что наряду с взрослыми людьми, кто принял сегодня участие в этом диктанте, участвуют ребята. Это очень нужно, это очень важно. Началось мероприятие с просмотра короткометражного фильма «Обещание» по тексту тотального диктанта, после чего участники посмотрели видео с обращением организаторов акции и автора текста. Далее собравшиеся записывали текст под диктовку. В роли диктатора выступила жительница Латкарина Евгения Горбачева. В Латкарине тотальный диктант проводится с 2019 года по инициативе Муниципальной общественной палаты. В нем может бесплатно принять участие любой желающий, вне зависимости от возраста, пола, образования и профессии. Мы очень рады, что приняли участие в таком глобальном мероприятии. Конечно, это очень интересный опыт, который в будущем нам поможет на олимпиадах и экзаменах. Мы можем проверить свои знания, можем допустить, конечно, некоторые ошибки, но потом их учесть в будущем. Также мы можем узнать что-то новое из этой акции. Тотальный диктант призван показать важность грамотности. Он сложнее, чем школьные диктанты, так как тексты выбираются таким образом, что содержат несколько вариантов расстановки знаков припинания. Организаторы акции надеются убедить людей, что заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно и полезно. Результаты можно будет узнать на официальном сайте тотального диктанта после 14 апреля. Онлайн-разбор текста состоится там же 15 апреля. Валерия Федотова, Алексей Устинов, телеканал Латкари. 12 апреля жители всего мира отмечают День космонавтики. О мероприятиях, прошедших в честь этого праздника в городе Латкарина, расскажет Анастасия Харченко. Я взорю один. Нажигание. Поехали. 12 апреля 1961 года ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Корабль совершил один виток вокруг Земли и в тот же день вернулся обратно. Длительность первого в истории полета в космос составила 108 минут. С 1962 года и по сей день эта дата является близким сердцу каждого россиянина праздником – Днем космонавтики. Это действительно очень важный праздник для нашей страны, потому что именно в этот день был дан старт новым открытием. В космонавтике мы по сей день находимся на лидирующем позиции, занимаем по изучению космической отрасли. И город не стоит в стороне, все наши предприятия имеют прямое отношение к этому развитию. И, конечно же, мы этим гордимся. И сегодня основная задача – эти темпы не сбавлять, а делать все возможное для того, чтобы космическая отрасль была еще более доступной, более изученной. И я уверен, не за горами новые открытия и новые достижения. В юбилейную 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос в Латкаринском историко-крывическом музее состоялось открытие выставки «Первой Гагарина Куба», посвященной космонавту Юрию Гагарину и его визиту в июле 1961 года на Кубу. Выставка подготовлена совместно с Российским обществом дружбы с Кубой и Ассоциацией планетариев России. И эта выставка, в общем-то, имеет международный статус. Она пройдет в 60 городах, что символично, да, потому что в этом году отмечается 60-летие полета Юрия Гагарина в космос. 57 городов в России, включая наша Латкарина, 2 в Казахстане и 1 в столице с Кубой в Гаване. На открытии выставки присутствовали депутаты Совета депутатов города и старшеклассники из школы номер 2. Пришедшие посмотрели документальные фильмы, поучаствовали во флешмобе Первого канала под названием «Я, Гагарин» и узнали много нового и интересного о легендарном космонавте. Сегодня проходила выставка, посвященная 60-летней годовщине первого полета человека в космос. Это очень важное событие для всех нас, потому что человек полетел наш, советский, русский. И, я считаю, у нас должна объединять общая гордость за нашего соотечественника, который оказался первопроходцем. Подвиг Юрия Алексеевича Гагарина является прорывом в мировой истории. Именно поэтому мы сегодня и собрались здесь, чтобы почтить память и увековечить ее. В выставочном зале музея представлены редкие фотографии пребывания Юрия Гагарина на Кубе. Также в экспозицию входят эксклюзивные тематические марки, монеты, книги, фотографии космонавтов с автографами, предметы из коллекции Латкаринского историко-криевического музея и многое другое. Для жителей и гостей нашего города выставка будет доступна в здании усадебной людской до конца июня в будние дни с 9 до 17 часов. В Латкаринском промышленно-гуманитарном колледже 12 апреля в рамках ежегодной предметной недели прошел открытый урок по истории на тему «Россия – космическая держава». Преподаватели совместно с учениками обсудили историю и перспективы освоения космоса, интересные факты о жизни космонавтов, поучаствовали в викторине и подготовили тематические доклады. В рамках предметной недели мы проводим открытый урок по истории. Он касается времен хрущевской оттепели, но именно в это время произошли чудеса в нашем государстве, в нашей стране, потому что произошел первый космический полет именно нашего советского родного человека в космос. И тем самым Юрий Гагарин, первый космонавт, вошел в историю не только нашего Отечества, но и всего мира. Самым масштабным мероприятием Дня космонавтики стал флешмоб, организованный на футбольном поле школы номер 5. Ученики латкаринских учебных учреждений в память о легендарном подвиге первого космонавта выстроились на поле, написав всем известное слово, которое Юрий Гагарин сказал перед стартом полета ракеты. Поехали! Анастасия Харченко, Алексей Устинов. Новости Латкарина. Активная кампания по добровольной вакцинации латкаринских жителей от коронавирусной инфекции продолжается. 9 апреля работники образовательных учреждений нашего города прошли вторую фазу вакцинации на базе привывочного пункта, организованного в детском саду номер 3 «Дельфинчик». Работа с детьми несет большой риск передачи вирусной инфекции не только нашему подрастающему поколению, но и родителям и близким воспитанникам наших школ и детских садов. Для того, чтобы обезопасить наших педагогов и учащихся, была организована системная работа по вакцинации не только учителей, но и сотрудников администрации и хозяйственных служб латкаринского образования. По словам фельдшера городской поликлиники номер 1 Ольги Максимовой, люди довольно легко переносят вакцину. Осложнения проходят в легкой форме. В основном это гриппоподобное состояние в виде легкого недомогания продолжительностью 1-2 дня. С которым люди справляются сами, без помощи медиков. Напомним, прививка от COVID-19 делается в два этапа с интервалом в 21 день. Сама процедура занимает менее часа и состоит из предварительного осмотра, подготовки препарата, введения вакцины и наблюдения за состоянием вакцинированного в течение 30 минут после вакцинации. После процедуры выдается прививочный сертификат, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19. Для наших жителей на территории города работают два пункта вакцинации, которые расположены на базе поликлиник номер 1 и номер 2. Также организована работа мобильных бригад на латкаринских предприятиях и выездного пункта вакцинации на центральной площади Декамир по субботам с 10 до 14 часов и в торговом центре «Весна» по пятницам с 16 до 20 часов. Записаться на вакцинацию можно онлайн через региональный портал Госуслуги или по телефону 8495-552-0511 или по номеру 122, а также лично на приеме у врача поликлиники. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Вакцинация проводится исключительно добровольно и бесплатно. Валерия Федотова, Денис Павлов, Новости Латкарина. 10 и 11 апреля во Дворце культуры «Мир» прошел 22-й открытый фестиваль современного танца «Весенние капели». Великолепный праздник танца посетила наша съемочная группа. Танцевальное творчество – неотъемлемая часть русской культуры. Оно доступно самым широким кругам общества. И в то же время здесь есть избранные, глядя на которых, понимаешь – границ мастерства в этом искусстве не существует. Наш танец называется «Однажды в королевстве». Он рассказывает историю двух сестер, которые хотят занять трон. Это старшая сестра, которая должна занять трон. И я младшая сестра, которая хочет забрать у нее корону. На этом, в общем, строится наш номер. Нам нравится действительно здесь танцевать. Хорошая площадка. И по размеру сцена нам очень подошла в этот раз. Поэтому все было замечательно. В этом году в фестивале приняли участие более полутора тысяч танцоров. Это около 70 танцевальных коллективов из разных городов Подмосковья, Рязани и Москвы. Их творчество оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли лучшие ведущие специалисты в различных жанрах танцевального искусства и современной хореографии. В этом году мы поменяли формат весенних капелей. Они проходили в этом году в течение двух дней, а не трех, как обычно. Потому что награждение после каждого блока было свое. То есть наши участники приезжали в этот же день, после своего выступления получали награды. Мы по-прежнему работаем на то, чтобы участникам было комфортно в первую очередь танцевать. Это важно для нас. В этот раз представленные номера были собраны в блоке по жанрам, что позволило зрителю проще и удобнее оценить мастерство исполнителей. Фестиваль раскрыл необычайно широкий диапазон современных танцев. К участию в программе были допущены танцевальные коллективы по направлениям бальные танцы, стрит, эстрадные танцы, современная хореография, народные танцы, стилизованные танцы, классический танец и восточные танцы. Мы рисуем картину своим танцем, рассказываем о ней. Это абстракция, она не выдает определенных каких-то черт, мы просто душой танцуем. За долгие годы фестиваль стал в Лоткарине одним из самых ярких и любимых событий весны. Честь нашего города достойно защищали коллектив современного танца «Ирис», образцовый коллектив современного танца «Нью Стайл», танцевальный коллектив «Шарм», спортивно-танцевальный коллектив «Драйв», коллектив танцевальных сценических направлений «Дрим Тим», танцевальная студия «Шаг вперед», коллектив классической хореографии «Жизель» и танцевальный коллектив «Ритмы детства». Почти все они стали лауреатами и дипломантами разных степеней, что подтверждает уровень танцевального мастерства в нашем городе. Это такой зажигательный номер, у нас очень красивые костюмы, мы улыбались и мы просто зажигали в этом номере. Мы очень много старались, работали над этим номером и потратили на это почти полтора месяца. Он подвижный, ритмичный и замечательный. Мне кажется, это очень зажигательный номер, поэтому, мне кажется, и зрителям тоже приятно было смотреть. Очень энергично, все подвижные, все тренировались, все старались, думаю, тоже зрителям понравилось. Мы лучшие! Ура! Особенностью весенних капелей этого года стало присуждение Гран-при фестиваля по каждому танцевальному направлению. Его обладателем в номинации «Народные танцы» стал хореографический ансамбль «Ожерелья» города Москва. В номинации «Современная хореография и стрит» стала школа современной хореографии города Люберце под руководством Елены Добровольской. А в номинации «Эстрадные танцы» Гран-при присужден народному коллективу современного танца шоу-балет «Флэш» города Люберце. Мы все очень разные, мы по-разному смотрим на этот мир, мы по-разному переживаем, но мы хотим все это выразить в танце, каждый на своем языке. И вот это ощущение общности, оно очень яркое, и я думаю, что на капелях оно переживается в полной мере. Великолепный праздник танца, именно так можно назвать прошедший фестиваль «Весенние капели» произвел необычайные эмоции на всех, кто стал очевидцем этого восхитительного танцевального зрелища. Валерия Федотова, Алексей Устинов, телеканал «Латкари». Контроль за эксплуатацией бытового газа – это безопасность самих жильцов. Актуальную проблему обслуживания внутриквартирного газового оборудования обсудили в рамках рабочей встречи в администрации нашего муниципалитета. Расскажет Максим Белозеров. 8 апреля в здании администрации городского округа Латкарина состоялась рабочая встреча профильных заместителей главы муниципалитета, представителей госжилинспекции, общественной палаты и специализированных организаций, а также представителей советов жильцов по вопросам заключения договоров на обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах. За последние годы аварии, связанные с утечками бытового газа, стали наиболее частой причиной гибели людей в собственных квартирах. В 2013 году правительство Российской Федерации приняло постановление номер 410, которое обязало управляющей компанией взять на контроль общедомовое газовое оборудование, а обязанность по обеспечению обслуживания внутриквартирного газа легла на самих жильцов. В связи с этим заведующая территориальным отделом номер 14 госжилинспекции Московской области Юлия Семенова напомнила присутствующим о необходимости заключения собственниками договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. К сожалению, на сегодняшний день в городском округе Латкарина очень маленькое количество жителей, которые имеют договора на внутриквартирное газовое оборудование. Газ – это угроза жизни и здоровья. Прежде всего это. Поэтому, если житель не допускает в квартиру, в которой у нас есть плита, плита может быть старой, у нее может быть негерметичные стыки, может отсутствовать тяга дымохода. Это все угроза жизни. Для того, чтобы это предотвратить, собственнику, пользователю, либо нанимателю необходимо в обязательном порядке предоставить доступ в квартиру для проведения обследования, чтобы убедиться, что все оборудование в надлежащем состоянии и исключить угрозу жизни и несчастных случаев. Контроль за эксплуатацией бытового газа – это прежде всего спокойствие самих жильцов. Ведь неисправное газовое оборудование – это бомба замедленного действия, которая может сработать даже без взрыва. Утечка газа – наиболее страшное и непредсказуемое последствие простой халатности. Я призываю неотлагательно обратиться в любую специализированную организацию и заключить этот договор. Реестр таких организаций размещен на сайте Госжилы инспекции Московской области в разделе документы ВДГО, ВКГО. Там есть реестр с указанием руководителя этих организаций, адреса, контактных данных. Можно это просмотреть, посмотреть сайты этих организаций, ознакомиться с тарифами, которые предлагаются инспекциями, выбрать интересующую для себя организацию и заключить с ней договор. Для предупреждения аварий и утечек необходимо следить не только за исправностью оборудования, но и за сроком его эксплуатации. Визит мастера газовой службы в ваш дом необходим для квалификационной оценки состояния внутриквартирного газового оборудования. Технический осмотр производится минимум один раз в год. Обычно поквартирный обход организуется в рамках согласованного с управляющей компанией осмотра внутридомового оборудования. Если жителя не было дома на момент планового обхода, он может оставить заявку на вызов мастера через единую диспетчерскую службу. Если жителям заключен договор, прежде всего об этом нужно сообщить своей управляющей организации, чтобы она смогла донести до других собственников, до администрации, до госжилинспекции информацию о том, что такой договор у этой квартиры имеется. Если житель запланировал какие-то ремонтные работы, замену газового оборудования, в любом случае до того, как эти работы будут производиться, он должен вызвать свою специализированную организацию, с которой у нее заключен договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, и обозначить все работы, которые он будет производить. Получить квалифицированную помощь, да, и только после этого производить такие работы. Стоит отметить, что согласно статье номер 9.23, часть 4 Административного кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия договора на обслуживание газового оборудования или недопуска в квартиру сотрудников газовой службы, на собственника может быть наложен штраф в размере 2000 рублей. В случае повторного отказа штраф увеличится уже до 5000 рублей. Также в этом случае госжилинспекция вправе обратиться к ресурсоснабжающей организации с требованием ограничить поставку газа в данную квартиру. Максим Белозеров, Денис Павлов, Новости Латкарина. А на этом у нас все. Смотрите нас на телеканале МИР24 каждый понедельник, среду и субботу в 16.00 и 22.00. С вами была Валерия Федотова. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова